Уже на следующей неделе управление железной дороги согласует обустройство переезда на улице Фадеева. По большому счету, пока это и не переезд. Автомобилисты сами проложили дорогу между северным поселком и микрорайоном Родники. Казалось бы, всего 214 метров, но именно они могут стать решением транспортных проблем жителей Калининского района. Самое короткое расстояние между двумя точками – прямая линия. Геометрическую аксиому точно знают автомобилисты, которые привыкли объезжать здесь пробки. Но это, вопреки правилам, путь преграждает железнодорожная ветка. Сейчас пройти здесь можно разве что пешком, правда, сделать. Это не просто. Дорогу размыло. А вот автомобилистам не проехать никак. Переезд снова перегородили. На этот раз вот такими бетонными столбами. Если бы не они, многие автовладельцы по-прежнему, по привычке, продолжали бы срезать дорогу здесь. О том, чтобы обустроить на улице Фадеева полноценный официальный переезд, говорили много лет. Но с мертвой точки дело сдвинулось только сейчас. Мы планируем, что до конца года получим положительное заключение экспертизы. Ориентировочно стоимость объектов 214 метров составит от 80 до 85 миллионов рублей. С обустройством здесь в том числе поста контроля регулирования железнодорожного движения. Он здесь предусмотрен по тех условиям. Естественно, будет ливневая канализация на этом промежутке. План схему сегодня показывают главе региона Андрею Травникову. Этот пока еще не официальный переезд, не единственная проблема Калининского района. Родники от остального города фактически отрезаны железнодорожной веткой. Один из путей решения – продолжение Красного проспекта. Мы понимаем, что если не уйдем на шесть полос, это будет узкое горлышко, которое будет на гестрале держать. Понятно, что сейчас заявлять, что мы сразу строим шесть полос, наверное, было бы неразумно. Действительно, начинать нужно с четырех, но сразу продумывать, как выходить на следующий этап на расширение. Визитная карточка Калининского района – Новосибирский завод химконцентратов. Больше двух тысяч сотрудников. Основная продукция – тепловыделяющие элементы для питания энергии атомных электростанций. Здесь работают многие жители района, с которыми сегодня встречается глава Новосибирской области. Андрей Травников рассказывает о предстоящем ремонте 25-й медсанчасти и поликлиники в Пашино. Но и здесь главная тема – транспортная доступность, продолжение Красного проспекта и улиц Георгия Каланды и объединения. Будет разработана дополнительная проектная документация на завершающий этап этой улицы. Также рассмотрим возможность с начала реализации этого проекта. Проект достаточно масштабный. В следующем году – с выноса сетей с подготовки территории под новую магистраль. Сегодня родники – это сотни тысяч жителей. И застройка продолжается. Еще один болезненный вопрос – количество мест в школах тоже под контролем. На улице Тюленина уже начали возводить новую школу. Мария Черешнева, Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Константин Менин. Новости ОТС.